Алла Пугачёва Жил бы художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил Ту, что любил цветы Вот и докатились Никогда не думал, что буду в роли адвоката Аллы Пугачёвой И Примадонна оказалась под ударом Сия азербайджанской безимдирией Как оказалось, не только армяне, но и Пугачёва Поёт азербайджанские песни Вернее, перепевает А дело было так Получаю сообщение от одного моего приятеля Журналиста газеты «Коммерсант» Он мне пишет Азербайджанцы, мол, утверждают, что песня «Миллион алых роз» их И выслал ссылку Ознакомившись с материалом очередного азербайджанского безимдирщика У которых «Бютюндюнья» — это их Я ответил приятелю, что неудивлён Армяне слышат от азербайджанцев почти каждый день Что всё, что есть на земле армянское — это всё азербайджанское Да что там армянское? Сами армяне — это не армяне, а настоящие армяне — это азербайджанцы Мы, конечно, посмеялись Тем не менее, хочу заступиться за Пугачёву и этот выпуск посвятить данной теме Ведь, как ни крути, хоть и бывшая, но невестка-то она армянская А армяне своих, как водится, не бросают Итак, «Миллион алых роз» Чтобы привлечь на себя внимание, сайт news.as придумал громкое название вроде «Грома среди ясного неба» Скандал в сети. Алла Пугачёва украла песню «Миллион алых роз» у Гугуш Вроде как в сети больше нечем заняться, как обсуждать «Миллион алых роз» украденных Пугачёвой у Гугуш И далее в шапке материал Пользователи социальных сетей активно обсуждают возможную кражу Аллы Пугачёвой Песни «Миллион алых роз» у всемирно известной иранской певицы азербайджанского происхождения Гугуш Которая автор датирует 1969 годом Для начала хочу познакомить вас со всемирной азербайджанской иранской певицей Гугуш А то весь мир её знает, а вы, вполне возможно, и не слышали о такой Людям старшего поколения, выросшим на постсоветском пространстве, Гугуш знакома по иранскому фильму «Долгая ночь», который вышел в советский прокат в самом начале 80-х годов Кстати, это был последний фильм в советском прокате, снятый при шахском Иране, при Пехлевитов Сама Гугуш родилась в Тегеране, в азербайджанской семье Не в семье Азери, коренных жителей одноименного стана в Иране А именно в азербайджанской семье иммигрантов из Советского Союза, Советского Азербайджана Но программа не об этом сейчас Предоставленный материал, в котором азербайджанская сторона, заметьте, не сама Гугуш и не Иран А именно азербайджанская сторона, полна иллюзий Иллюзия первая В представленном видеосюжете премьеры песни Аллы и Пугачёвой «Миллион алых роз» обозначен год 1983 Так и есть, в этом году советский народ и услышал впервые песню «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачёвой Однако рядом с этим сюжетом предоставляется другой сюжет Та же песня «Миллион алых роз» Но уже в исполнении Гугуш и уже на фарси «Миллион голий роз» И тут же датировка 1969 год На первый броский взгляд неускушенный и невнимательный зритель может клюнуть на этот крюк Ведь даты действительно разнятся на целых 14 лет Что дает основание полагать, что Гугуш первая исполнительница этой композиции А Пугачёва решила выкрасть её у Гугуш Теперь смотрим внимательно Как видим, исполнение Пугачёвы не имеет вопросов Поёт и витает певица под самым куполом цирка Именно поёт, обратите внимание А теперь посмотрим на Гугуш Поётся песня, поётся именно в исполнении Гугуш Но не в представленном видеоматериале, где написано 1969 год Гугуш стоит и молчит Более того, если бы это подписывали иранцы То цифры были бы арабские В том понимании, в каком арабы и иранцы используют нынче цифры Но эти цифры, как мы видим, те, которые используются в Европе И во всём остальном мире Песни поются как-то отдельно от неё, заметьте Гугуш отдельно, песня отдельно В чём же дело? Всё просто Как говорил легендарный Арутюн Акапян Ловкость рук и никакого мошенничества Гугуш исполнил эту композицию в переводе на персидский язык Уже после исполнения Пугачёвой в 1983 году А год вписан нечистоплотными фальсификаторами в сюжет с Гугуш Не имеющий, кстати, отношения к песне «Миллион голи роз» Представленной именно в данном сюжете Второе У песни «Миллион алых роз» имеются авторы Пугачёва же лишь исполнительница Не более И авторы песни довольно популярные люди Это известный композитор Раймонд Паулс и поэт Андрей Вознесенский То есть вы только на минуту представьте Раймонда Паулса Написавшего почти полтысячи композиций Сидя в Риге, в Латвии И крадущего песню иранской артистки И ещё представьте заодно Известного поэта Андрея Вознесенского Который писал свои произведения с 1958 года Да и насчитывающийся несколько сот крадёт иранские песни Иранские стихи «Миллион голи роз» И не просто крадёт, но и владеет персидским языком Переводит стихи один в один на русский язык Выдаёт их за свои И с другим вором Паулсом Который уже украл музыку Из этой же песни Слагают русский вариант песни Теперь представили весь этот бред? К сожалению, что для порядочных людей Является бредом для зомбированного И молодого азербайджанского государства Считается нормой Ведь появилась новая страна на карте мира И нужно её как-то украсить с разных сторон Чем-то заполнить, обогатить культурой Обогатить мотивами, историей, легендами, былинами разных соседних народов Чем и занимается Азербайджан Теперь третье Примечательно, что урождённая Фаэге Атыщин Стала Гугуш лишь после победы на песенном конкурсе в Каннах в 1971 году В 60-х годах детства и юности Гугуш 50-го года рождения Она снималась в кино и не была известна как певица Но и это опустим И это не важно Важно другое Сама история песни «Миллион алых роз» Которая была написана далеко не в 1983 году И далеко не для Аллы Пугачёвой Как известно, сюжет стихотворения, положенного в основу песни Излагает одну из легенд о знаменитом поступке грузинского художника Нико Перасмани Питавшего неразделённую любовь к французской актрисе Маргарите де Север Которая блистала на театральных подмостках тогдашнего Тифлиса В самом начале 20-го века, 1905 году Есть версия, что Перасмани от этой неразделённой любви В отчаянии совершил романтический поступок Набил несколько файтонов, груженных доверху алыми розами И направил их в гостинице, где проживала Маргарита Композиция Пауса «Миллион алых роз» звучала ранее, до исполнения Пугачёвой Латышской певицы 70-х годов Ае Кукуле Ае Кукуле на латышском языке исполняла эту песню Только латышский текст писал уже, естественно, не Вознесенский Поэт Леонис Бреэтис Но и это ещё не всё Ае Кукуле тоже не была первой исполнительницей «Миллиона алых роз» До неё эту песню исполняла также на латышском языке Уже забытая сегодня советская певица Лариса Монус И исполняла в конце 60-х годов По сути, композиция песни «Миллион алых роз» была написана Раймондом Паусом в 1967 году Не понимаю, зачем приписывать песню «Миллион алых роз» к Гугуш Эта песня стала популярной после Аллы Пугачёвой И её стали петь в разных странах, на разных языках Это нормально в мире музыки, если указывается авторство и оплачиваются авторские вознаграждения за исполнение И потом, с каких пор исполнение иранской певицы на персидском языке вдруг заботит азербайджанцев Есть такая легендарная песня, которую знают действительно во всём мире От Исландии до Новой Зеландии Называется она «Унви д'Амур» «Вечная любовь» Написали её сразу два легендарных армянина Франции Жорж Гарваренц и Шарль Азнавур Её поют все известные мировые артисты И поют не только на французском, но и на русском, на английском, на других языках Так вот только представьте, чтобы армяне этим возмущались только потому, что авторы песни армяне, и петь её должны только армяне Ну что за бред? А гугуш так и тем более, даже не автор «Миллион голей роз» Господа из Баку, пора бы уже научиться отличать ящера от ящера Всё ж скоро вам уже сто лет, а мыслите как дети Субтитры создавал DimaTorzok